Друзья, всем привет! Новое видео с Минского автоконфиската. Сегодня посмотрим новые поступления. Кстати, друзья, те, кто хочет посмотреть полный обзор площадки Минского автоконфиската, в общем, смотрите, кого я встретил. Это просто Дима. Привет всем подписчикам Кирилла Романовского. Мы случайно абсолютно сегодня встретились с ним на конфискате. Но я приехал там, как обычно, по делам в Минск. И заодно, думаю, заеду, у меня уже традиция на конфискат. И встретил Кирилла. Кирилла я знаю уже достаточно давно. Было даже у нас с ним видео один раз совместное. Да, было совместно. Так что у меня будет на моем канале более подробный такой беглый обзор. А у Кирилла, посмотрите, новое поступление. Он тут чаще бывает, чем я. В общем, друзья, видео по полному обзору на канале Просто Дима. Ссылочка под видео в описании. Смотрите, пожалуйста, мои видео Кирилла. Ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Это помогает поднять видео выше на платформе. И оно как бы дает больше шансов, чтобы больше людей посмотрели. В общем, друзья, всем приятного просмотра. Пока, друзья. Друзья, Audi A6 Allroad 2002 года указан 329 тысяч пробега, 2,5 дизель. Просят за нее 11 тысяч 556 белорусских рублей. Друзья, суммы в белорусских рублях называю. Ну, примерно на данный момент курс у нас примерно 2 рубля 5 копеек 1 доллара курс. Можно видеть, судя по всему, она на пневме. Но непонятно, что с пневмой. Как бы достаточно низко она осела. Резина неплохая, литые диски. По комплектации здесь все хорошо. Кожаный салон, коробка автоматы. Можно видеть, что салон в хорошем состоянии. Да и, в принципе, внешний вид у нее, не сказать, что какой-то совсем уж подушатанный. Хотя вот есть коррозия на задней двери. Вот одно место. Ну, а с этой стороны, в принципе, нормально. То есть, раздвоенный выхлоп. Но, что касается салона, салон в достойном состоянии. Для 2002 года, если учитывать, что автомобилю уже порядка 17 лет. Имеется люк на крыше. Ну, есть, друзья. Вот, если видно, вот такие вот жучки в некоторых местах. Здесь вот можно видеть. Здесь небольшой жучок. Но критичного ничего я не вижу, если честно. Ну, и по большому счету требует полировки передняя оптика. Что касается по стеклам. Все целое, без сколов, трещин. Друзья, следующий это СААП. СААП 9.3. 2002 года, 2 литра бензин. 5724 рубля за него просят. Ну, примерно где-то получается 2600, наверное, 2700 долларов стартовая цена через аукцион. Коробка автомат, кожаный салон светлый. Но можно видеть, конечно, салон, особенно сиденье водительское, уже немножко подзасаленное, подуставшее. Ну, а так в остальном вроде бы выглядит все неплохо. Единственное, что автомобиль аварийный. Что касается кузова, то есть можно видеть заднее крыло, небольшой удар. То есть на добрый толк замена бампера. Здесь кузовной ремонт, задний фонарь, по дискам хорошая резина, на литых дисках СААПовских родных. Ну и здесь тоже небольшое повреждение. Видно, что после повреждения, скорее всего, автомобиль какое-то время стоял, уже успела поржаветь крыло. Но можно видеть, друзья, по шпаклевке на крыле, что ему уже доставалось до этого. То есть лежит там немножко шпаклевки, небольшая царапина на переднем бампере. Что касается передней оптики, она целая, без повреждений. Лобовое тоже целое, стекла целые. Ну, по бамперу, конечно, можно видеть, что все-таки делали его. Вот она шпаклевка, слои шпаклевки, она уже все тут растрескалась. Есть небольшая коррозия. Вот о чем я и говорил сиденье. Хотя, друзья, чисто оно такое затертое. Не сказать, что там разрывы какие-то, что оно порванное. Но, тем не менее, требует оно уже реконструкции. Здесь можно видеть, что подкрашивали тоже жучок. Друзья, Nissan Almera 2017 года, то есть достаточно свежий автомобиль. 1.6 бензин. Указан пробег 73 970 километров. 15 444 рубля за нее просят. Ну, это, грубо говоря, где-то 7500 долларов. Может быть, там 7600. Стартовая цена. Повторюсь, друзья, что это все аукцион. Механическая, можно видеть, 5-ступенчатая коробка передач. Салон ткань. Ну, салон на самом деле, можно видеть, что немножко грязненький. Ну, по большому счету, автомобиль визуально выглядит совсем даже и неплохо. Хотя, нет, друзья, это не похоже на царапину. Судя по всему, что автомобиль был в такси. Можно видеть, от наклеек или от магнитов остались следы. То есть, скорее всего, этот автомобиль был в такси. Ну, повторюсь, визуально он выглядит вроде бы неплохо. Друзья, Opel Vectra. Vectra 96-го года. 1.6 бензин. Просят за нее, ну, на мой взгляд, недорого. 2470 белорусских рублей. Это получается где-то 1150. Ну, может быть, где-то 1200 долларов. Ну, можно видеть, что она вся где-то стояла под какой-то липой. Вся в грязи. Ну, конечно, состояние кузова среднее, на самом деле. Можно видеть, резина уже подуставшая. Но, если по ходовой она целая, то, на мой взгляд, ценник не самый большой. Есть здесь небольшие притертости. Вот по переднему бамперу можно видеть. Здесь вот по крылу. Ну, где-то на ней летали серьезно. Можно видеть, что вся она в грязи. Вся в потертостях. Хотя резина, ребят, уже никудышная. Так как она разнопарная. Наполовину лысая. Механическая пятиступенчатая коробка передач. Ну, не сказать, что совсем хороший вариант. Но, друзья, цена, сами понимаете, 1 200 долларов приблизительно за Opel Vectra. Ну, на мой взгляд, если по ходовой, с точки зрения ходовки, там все в порядке, то, наверное, ценник не самый высокий. Можно видеть, здесь уже кто-то пытался шпаклевать. Вот как оно выглядело до этого, как зашпаклевали здесь это место. Ну, друзья, коррозия. Еще раз коррозия. То есть, это замена задних арок. Это, как минимум, скорее всего, порогов. Вот можно видеть, форточка разбита. Ну, а по низу, давайте с этой стороны, кому интересно, покажу. Выглядит это дело как-то так. Друзья, следующая новиночка, это B4 80-ка. 95-го года, 1,9 дизель, 5400 белорусских рублей. Просят за нее. Пробег указан 527 тысяч километров. Ну, по деньгам где-то получается, наверное, 2 600-2 700 приблизительно долларов. Можно видеть литые диски. Резина средняя. Как передняя, так и задняя. То есть, какое-то время оно походит. Здесь есть какой-то непонятный подтек масла. Но это неизвестно точно, от этого автомобиля это или нет. Салончик, друзья. Можно видеть какие-то тут чехлы под кожу. Стремные, уже ушатанные. Механическая коробка передач. Универсал, фаркоп имеется. Ну, выглядит она, в принципе, неплохо. То есть, достаточно бодро автомобиль. Выглядит визуально. Какая-то она высокая. Нет, ничего не подставлено. Я думал, может, какую-то колодку подставили. Но достаточно высоко задранный автомобиль. Ну, и давайте посмотрим, что там по порогам. Кому будет интересно. Есть, конечно, более чем уверен, там какая-то коррозия. Но, по крайней мере, вот так вот, когда смотришь, ничего не видно. То есть, арки без жуков. Рено Сценик. 2001 года. 2 литра бензин. Просят 6 912 рублей. То есть, где-то 3 400 долларов приблизительно. Стартовая цена через интернет-аукцион. Литые диски. Резина. Ну, резина лысоватая, на самом деле. Механическая коробка передач. Ну, друзья, можно видеть, что мотор 2-х литровый. Это, если я не ошибаюсь, самый мощный мотор, который был на Сценике. И можно видеть, что хорошая комплектация. Кожаный салон. Таком, знаете, на самом деле, в неплохом состоянии. Даже водительское сидение. Ну, задняя резина тоже уставшая. Но, что касается задних арок, вроде как коррозии я не вижу. Выглядит все достаточно прилично. Есть небольшие царапины. Ну, скажем так, друзья, следы эксплуатации. Потому что внешний вид у автомобиля, я хочу сказать вам, что достаточно неплохой. Так, друзья, Рено Кенга. 2000-й год, 1.9 дизель. Просят за него 4536 белорусских рублей. Что приблизительно эквивалента 2200 долларов. В общем, 2200 долларов стартовая цена. Можно видеть механическая коробка передач. Чехлы имеются. Но, по состоянию, внешний вид, друзья, есть, конечно, вот такие вот жучки. Ну, что касается порогов. Требуют они ремонта. Не без этого. То есть, резина высая. Ну, а так, вроде бы, все комплектно. Как я уже говорил, есть нюансы по порогам. Но, в целом, автомобиль выглядит относительно неплохо. Можно видеть, что здесь облезла краска на бампере. То есть, ну, требует, да, требует он косметических каких-то косметического внимания. Есть жучок с этой стороны на капоте. Мерседес Цежка в черном цвете. Четырехдверка, седан. Цежка 240-я. Два, так, 2000 года выпуска. Пробег указан 233 тысячи километров. 2,6 бензин. То есть, достаточно мощный для нее двигатель. 7992 белорусских рубля за нее просят. То есть, чуть меньше 4000 долларов, друзья. Можно видеть, что на литых дисках Мерседес резина средняя. Ну, в принципе, даже можно сказать, что и неплохая. Какое-то время оно походит. Есть небольшие коцки. Есть коррозия. Можно видеть, это болезнь. Это низы дверей. Скорее всего, здесь, ну да, можно видеть, что яркие уже поржавили. Пороги выглядят как-то так. Что касается салона, друзья, это автоматическая коробка передач. Салон, ткань. Ну, внутри вроде как все комплектно. Выглядит неплохо. Всевозможные коцки, жучки небольшие вот такие вот. Ну, то есть, требует автомобиль сварочных и малярных, соответственно, работ. Задний стопарь отсутствует. Ну, и здесь тоже можно видеть, как выглядят арки. Не самым лучшим образом, на самом деле. Ну, а здесь, друзья, вот оно. Беда. На добрый толк тут вообще надо менять эту дверь. От двери тут особо ничего и не осталось. Друзья, Honda Accord. Accord 97-го года. Два литра бензин. 4 536 рублей за нее просят. То есть, если переводить в доллары, то получается где-то 2200 долларов приблизительно. Нужно видеть, что есть вот такие вот нюансы по ней. То есть, с лакокрасочным покрытием всевозможные сколы. Небольшие коцки. Ну, друзья, автомобиль все-таки 97-го года. Резина. Ну, резина более-менее еще. Друзья, по салону механическая коробка передач. Ну, внутри вроде как все комплектное. Салон, ткань. Можно, друзья, видеть, что когда-то... Ну, как это японец, он подвержен достаточно сильно коррозии. Можно видеть, что здесь когда-то делали ремонт. Это видно... Не знаю, будет видно это на камеру. Вот если так сделать, то можно видеть латку. А вернее, целый порог тут, скорее всего, вваривался. Ну, и как-то они не доготовили, не доделали. Это все видно. Полосы вот эти. Ну, хотя здесь можно видеть уже понизу. Арка сгнила. Имеется фаркоп. Ну, с этой стороны уже такой полоски нету. Выглядит получше, чем та сторона. Но тоже уже есть коррозия здесь. Не без этого. Также он какой-то саморез ловил. Ну, и здесь по всему боку, можно видеть, идет царапина, которая уже не заполируется. Ну, что вы хотите, друзья? Автомобилю больше 20 лет. 97-й год. 22 года автомобилю. Друзья, сотка сигара. 83-го аж года. 1296 рублей за нее просят. Двигатель, объем не установлен. Можно видеть, какие здесь проблемы с лакокрасочным покрытием. То есть, лак вообще с капота весь слез. Ну, друзья, здесь, конечно, плачевное состояние. То есть, по сути, тут даже не арок, а крыльев нету. Резина уставшая. Ну, литые диски. Наверное, это один плюс в этом автомобиле. Можно видеть, такие вот мажорные меховые чехлы. Механическая коробка передач. Но машина, друзья, очень сильно уставшая. То есть, состояние у нее плачевное, по сути. Хотя, вот с этого ракурса, может быть, выглядит не совсем она и плохо. Но все равно, то есть, арки, пороги. Судя по всему, и капот здесь открывался. И на лобовом трещина. Унылый, унылый экземпляр. Да и по деньгам 1200, почти 1300 белорусских рублей. То есть, больше 600 долларов стартовая цена. Даже если вы будете одним желающим на приобретение данного автомобиля, вам надо будет сделать один шаг. Увеличить данную сумму на 5%. 5% это 50, 50, 50, 15, 65 рублей еще сверху. Ну, то есть, по 1400 она вам обойдется. Почти 700 долларов. Друзья, Volvo FN12, 95-го года. Дизельная. 18 314 белорусских рублей за нее просят. То есть, порядка 9 тысяч долларов. Стартовая цена через интернет-аукцион. Появилась недавно. Вот такой вот, друзья, седельный тягач. Давайте его посмотрим. 95-го года. Но внешний вид, кстати, выглядит неплохо на самом деле. Резина. Ну, наверное, резина еще более или менее какое-то время походит. Задняя резина вообще неплохая, можно видеть. Седло, друзья, седло выглядит вот таким вот образом. То есть, визуально для 95-го года состояние очень даже ничего. Салон выглядит вот так. Ну, на мой взгляд, друзья, неплохой вариант. На самом деле-то. Особенно если учитывать, что 95-й год и для 95-го года состояние внешнее. Очень даже ничего. Друзья, и также по новым поступлениям поступил вот этот вот погрузчик фронтальный. Амкадор. Если честно, цены пока нет. Только-только он поступил. Насколько я знаю, он на ходу. Ну, на каком ходу, конечно, сложно сказать. Можно видеть, что резина уже подушатанная. Как передняя. Ну, да, друзья, как передняя, так и задняя. Уже можно видеть, что лысая. Можно видеть, что что-то там у него целая лужа под ним. Что-то там сопливит, течет, судя по всему. Как только ценник появится, сразу вам расскажу, покажу, сколько стоит данный экземпляр. Ну, а пока, друзья, на этом все. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, делать репосты. Пишите под видео в комментариях, какие автомобили, с каких автоплощадок вы бы хотели увидеть. Также не забываем подписываться на мой инстаграм. Там выходят, так скажем, анонсы будущих видеороликов и другая информация. Ссылка традиционно под видео в описании. Друзья, всем привет. В общем, небольшой анонс. Скоро выйдет видео с Минского автоконфиската, где мы посмотрим новые поступления. На самом деле, есть на что посмотреть. Кроме легковых автомобилей, также есть и спецтранспорт. То есть, это седельный тягач, также фронтальный погрузчик Кодор. В общем, друзья, ждите. Скоро выйдет видео.